здрасте снова дорогие друзья я нахожусь сейчас и веду свой репортаж вот там сзади вот тут ядерный могильник шучу не но там он конечно есть но вроде бы законсервирован очень хорошо нахожусь в городе силами это катя кричит самый лучший город эстонской сср нахожусь на такой вот площадке сейчас я вам покажу вот такая вот площадка видите это балтийское море очень красиво это новый такой променад в этом городе раньше был закрытый город еще советское время здесь были какие-то ученые какой-то замочек лауре и кристина интересно молодцы какой-то новый тренд и вот ходит катя с мамой девочки красивое место вам скажу насколько я знаю отсюда местные ну как бы вроде молодежь старается уехать вот в основном город здесь проживает много стариков ну вот я конечно не знаю как тут насчет экономики но очень красиво сегодня мы поедем посмотрим здесь всякие достопримечательности поедем в нарву надо по ним поменять немножко денег для того чтобы доехать до питера когда мы границу пересечем катя пошла пробовать воду она хочет еще искупаться я не знаю правда сегодня или не сегодня но хочет эти балтийское море классный здесь воздух я вам скажу отлично так что нам очень нравится быть в гостях ну и вообще конечно здесь хорошо и реально особенно катя здесь нравится потому что это в общем-то ее родина это места где она родилась где она выросла вот ну и мне нравится лепота то какая лепота катя кричит лепота ну вот мы катя поздоровайся я уже поздоровалась когда ты здоровалась я ничего не снимал я говорю всем привет из прекрасного города села на берегу финского залива и маман и маман мама вы уже знаете мама снимала прекрасные репортажи очень интересные кто не видел посмотрите да я скажу что то город у нас сейчас непонятный чел по променаду нарушает у него кафе его там кафе да армянин пешком надо ходить армянин армянин это армянская кебаб стейшн кебаб стейшн кебаб стейшн кебаб стейшн кебаб стейшн ты что он поставит машину прям так да ну ладно вот сюда я залазил сейчас мы вам покажем еще бульвар красивый город у нас на берегу моря и раньше когда не было границ очень много ленинградцев покупали здесь квартиры ну хручевки и устраивали здесь и дачу им очень это все дело нравилось потому что ну город большой тяжело жить устают и а сейчас проблемы потому что границы закрыты и были большие проблемы с продажей этих квартир и сейчас вот этих ленинградцев нет а так было очень много в нашем городе вот это дорогие друзья очередь на границе границу в россию посмотрите сколько желающих я так понимаю это наверное в основном люди ну иностранцы не эстонцы наверное в основном приезжают не ну все конечно в одну очередь но видите вот мы здесь будем стоять через два дня надо будет рано утром приехать попаду я сейчас спрошу так я сейчас спросил люди приезжают и в пять я думал мы в пять приедем мы будем самые умные а нихрена тут записывается с вечера вот 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 там вот видите вот там вот мы стояли люди пришли в семь а сейчас пол двенадцатого пипец это вот долго а а а о мне слушай мне сказали вот там вот здрасте вот там вот они сказали что они с 7 утра в общем все мы разузнали поедем 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 рано они все приезжают а там приезжает этот поезд он позже надо приезжать сюда до того как приедет автобус 6 автобусов как будто приедет в общем надо нам купить стульчики сейчас поедем ну ладно ребята вот это нас ждет все поехали мы дальше мы уже готовы видите уже купили уже купили стулья границу будем переходить с комфортом по вот этому мосту мы будем скоро переходить видите вот это вот с этой стороны это эстонская часть вот это вот за моей головой это уже крепость ивангорода здесь пойдем пешком пойдем пешком как вот это вот с эстонской стороны что это за крепость ну шведы построили карл карлуша 12 какой-то карл да вот это крепость это кто строил ивангрозный наверное ну наверное да но тут вот петр первый сначала от шведов получил потом потом навалял а потом навалял захватил все здесь так вот это вот это еще ивангрозный строил это представляете нет ну вы конечно представляете чё я в российских городах там какой-нибудь новгород это у вас а для меня это необычно вот такое течение в реке вот стоишь и голова кружится да нет как будто сам плывешь представляешь вот строили как долго как давно этих людей уже давным-давно нет а вот кто-то вот кто-то это кладку делал до сих пор только исторические места там почему-то плохо отреставрировано а здесь вот все я отсюда разницу не вижу отреставрировано отсюда я разницу не вижу вот это вот уже российская сторона с праздником что там написано Ивангород наверное не какая-то была это какой-то праздник а вот то какой-то это какой-то повороничный котирок стоит я не знаю видите как близко мы от от России река поделена напополам вдоль где с этой стороны я микрофон не брал сейчас так что ладно ребят наше путешествие продолжается ну вот нам сказали что скоро должны быть вернее начинаются или начались недавно начались новые правила будет тотальная проверка тотальная проверка нас еще могут и не пустить вот я имею ввиду не в Россию а из Эстонии вот я думаю что все будет нормально по крайней мере мы готовимся к хорошему пустят ли нас назад это я не знаю а то придется оставаться вот и как бы мы не против оставаться только надо же подготовиться вот в общем надеюсь все будет хорошо смотрите наше путешествие дальше мы стараемся вам показывать все что с нами происходит спасибо все всем кто нас любит переживает уважает и смотрит с удовольствием мы общаемся с вами всем пока пока